Политические итоги уходящей недели мы обсудим прямо сейчас с профессором Национального университета обороны США Петром Ельцовым, который присоединяется к эфиру из Северной Каролины. Петр, приветствую вас. Ну, конечно, начнем с главной, пожалуй, новости этой недели, с передачи абрамсов и леопардов в Украине, утвержденной уже Вашингтоном и Берлином. Как вы расцениваете этот шаг и насколько в ближайшей перспективе это может помочь Украине на поле боя? Ну, шаг, безусловно, знаковый. Я бы сказал, даже больше со стороны Германии, чем со стороны США, потому что Германия очень долго отказывалась в любой форме помогать. И это идет, это большая победа канцлера Шольца в его целой концепции этой Zeit-in-Wende смены эпох, потому что в Германии общество довольно расколото по этому вопросу. И то, что министр иностранных дел Анна Лена Бербо, которая пришла из Зеленой партии, довольно известной обычно пацифистскими взглядами, это, конечно, большой прорыв. Потому что, учитывая историческую память Германии, вину за Вторую мировую войну и то, что они, в общем-то, в последний раз в Украине немецкие танки были совершенно в другом контексте, и это постоянно вспоминает русская пропаганда. То, что американцы согласились, судя по всему, это дипломатический был договор, немцы не хотели этого делать без американцев. И то, что мы согласились давать Абрамсы танки, это тоже большая победа. Количество танков, которые передаются сейчас, оно довольно незначительное, потому что у России все-таки тысячи танков. Мы не знаем, сколько из них функционирует, но количество, безусловно, колоссальное. То есть, 31 американский танк и, по-моему, сколько там, 70 или 80 сейчас Абрамсов проблемы не решит. Но хочется надеяться, и, скорее всего, так и будет, что это только начало. И другие страны, безусловно, помогать будут тоже, включая Великобританию. И важно очень, что Италия тоже на этой стороне, потому что были всякие предсказания с выборами Мелонии, довольно консервативного правого политика, что она тоже присоединяется к этой миссии. Петр, хочу спросить, конечно, сейчас можно ли говорить, что это отправная точка, и вот сейчас разговоры уже идут об истребителях, некоторые красные линии упоминаются всегда. Как вы считаете, где проходят эти красные линии, кто их должен устанавливать, и возможно ли помощь истребителями? Я думаю, красных линий уже больше нету и не будет. То есть, может, на бумаге где-то в умах кого-то они есть, но они меняются. Для немцев, безусловно, до начала войны красной линии была любая летальная помощь Украине. После начала войны они говорили, что не будет танков, не будет оружия, нападающего оружия. Сейчас оно есть, и немцы в этом участвуют, все в этом участвуют. То я думаю, самолеты будут тоже, и танков будет больше, потому что у России, ну, правильно сказать, у Путина, красных линий никаких нет. И, скорее всего, это будет ситуация развиваться с ходом времени. Мы увидим, как это пойдет. У меня сомнений нет, что оружия будет больше. Ну и, Петр, конечно, еще одну тему хотелось бы затронуть. Накануне Госдепартаменты, американские власти уже внесли, Министерство финансов, внесли ЧВК Вагнера в список транснациональных преступных организаций. На ваш взгляд, как это может отразиться на участии структур Пригожина в войне, в агрессии против Украины? Символично это очень большой шаг и правильный шаг. Но на участие в войне в Украине это не повлияет, потому что им не надо путешествовать туда через таможни и паспортные контроли. И, скорее всего, не повлияет даже на их участие в Африке, в странах, как Мали, Центральная Африканская Республика. Что более интересно для меня, что у ЧВК Вагнера, очевидно, из открытых источников это известно, довольно сложные отношения с российским командованием. То есть они утверждают, что все недавние победы – это их заслуга. Естественно, российскому командованию это не нравится. То есть, очевидно, есть трение между ЧВК Вагнера, российским командованием и кадыровцами, что это может, конечно, создать проблемы для российской армии. Но воевать они, безусловно, будут. И будет это все хуже и хуже. Они рекрутируют громадное количество уголовников, что, в общем-то, ничему хорошему не приведет. Продолжение следует...